Руководитель предприятия по выпуску и продаже электротоваров и оборудования рассказал о перспективах развития своего производства. Кое-что им уже удалось сделать, хотя и с трудом, но с некоторыми проблемами самим не справится. В прошлом году мы переехали с одной площади, которая занимала тысячу квадратных метров. Сейчас у нас площадь две тысячи квадратных метров. Переехали в другое здание. Были большие К-положения, в том числе в ремонт. И вот столкнулись мы с тем, что при заключении контрактов, как всегда, заказчику нужно было вчера и очень большой объем. И не хватает нам в новых площадях сварочных постов. Для поддержки проекта необходимы субсидии и налоговые льготы. Кроме того, руководство предприятия хочет выкупить в рассрочку землю, на которой находится производство. Также договорились о презентации кабеля для электроавтозаправок. Мы ту станцию, которую установили напротив администрации, у нее отсутствует свой кабель. Ну, потому что это самая бюджетная версия. Соответственно, она предполагает, машина электроподъезжает, у нее должен быть свой кабель. А многие машины покупают для обычной розетки бытовой. Соответственно, кабель этот отсутствует. Он стоит, ну, довольно-таки большую сумму. И вот компании 220 вольт, они же в этом заинтересованы, в развитии электротранспорта. Они инициативой вышли, скажем так, ну, спонсорскую помощь оказали в виде этого кабеля. После обсуждения новых идей вернулись к проектам, которые уже находятся в работе. Например, расширение производства местного предприятия по переработке рыбы. По земельному участку построится рыбоперывающая производство, значит, работа полным ходом идет. На сегодняшний день топосъемка полностью сделана. Сейчас идет формирование земельного участка. На том же этапе и земельный участок – подфутбольное поле для спортивного клуба. На предпринимательском часе вновь подняли тему субсидирования строительства завода без алкогольной продукции. Специалисты администрации подберут оптимальные программы поддержки озвученных сегодня проектов. Марина Медвинская, Азад Давлетшин. Время новостей.